Ну а в эти минуты на площади памяти происходит так называемое обязательство школьников, которые вступили в военно-патриотическое движение юнормии. Это мероприятие проходит в рамках выставки служебных профессий. На месте события находится мой коллега Алексей Козлов. Добрый день. Всегда было интересно, что в себя включает ритуал обязательства юнормейца. Да, добрый день, Игорь. Ну, по сути, сама церемония чем-то напоминает присягу. То есть ребятам вручили форму, береты, и перед всеми они торжественно пообещают любить родину, не предавать товарищей, быть честными. Но само движение было учреждено только в этом году, и, по сути, это его первый такой сбор. Но все же основное мероприятие, ради которого мы здесь, это выставка служебных профессий, которая стартовала вчера и завершится буквально через два часа. И здесь несколько десятков различных ведомств и подразделений, они презентуют себя ребятам. Например, пожарные демонстрировали свою технику, спасатели, гидроинструмент, полиция, оружие и специальные средства. Ну, а военные вузы также форму, оружие. И вроде бы выбирай, что больше по душе, однако вопрос, который волнует посетителей, сколько где платят. Ведь в различных ведомствах и на похожих должностях оплата труда может различаться, ну, в несколько раз. Мы пообщались с организатором выставки и вот что услышали. Сейчас на выставке представлены все спецслужбы, которые находятся на территории города Тюмения. Все федеральные службы представлены. Представлены семь военных вузов Министерства обороны. Естественно, денежное удовольствие отличается очень сильно от условий прохождения службы. И варьируется, начиная от 20 тысяч и заканчивая. Ну, вот, пилот получает до 300 тысяч ежемесячного удовольствия. Вчера состоялось городское родительское собрание, на котором родители, в принципе, могли задать все вопросы представителям военных вузов Министерства обороны о том, где, в каких условиях будут проходить службы их курсанты, ну, их дети, которые станут курсантами, и об условиях прохождения службы. Ну, и, соответственно, о социальных гарантиях, которые предоставляются государством во время прохождения службы в офицерском звании. Ну, и, как бы, по денежным удовольствиям выяснилось, что зарплата варьируется от 70 до 300 тысяч рублей. Ну, и я добавлю, что за полтора дня работы выставки ее посетили более 3800 человек. В основном, это, конечно, старшеклассники, которым очень скоро предстоит сделать выбор своей профессии. Игорь. Спасибо, напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Алексей Козлов с площади памяти. Там сегодня школьники, поступившие в военно-патриотическое движение «Юнармия», проходят ритуал обязательства.